Число жертв землетрясения, которое произошло вчера ночью в Италии, увеличилось до 247 человек. Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести. Напомним, два сильных подземных толчка практически полностью разрушили города Аматричи и Акумули. А сегодня в центральной части страны новое землетрясение магнитуды 4,2. О его возможных последствиях информации пока нет. В Италии объявлен национальный траур и приспущены флаги, соболезнования руководству страны, а также родным и близким погибших и пострадавших, выразил президент Беларуси Александр Лукашенко. В Беларуси завершается уборочная кампания. В этом году с учетом кукурузы планируется собрать около 9 миллионов тонн зерна. Такую цифру озвучили в Минсельхозпроде. В лидерах Минская область намолочено почти 2 миллиона тонн зерна. За ней Брески, Гомельский, Гродненский и Могилевские регионы. Продолжается уборка урожая и на севере Беларуси. Всего намолочено более 6 миллионов 700 тонн. Уборку аграрии планируют завершить в течение недели. В случае недостатка нового урожая его компенсируют излишки прошлого года. На складах хранится свыше миллиона тонн зерна. Сегодня 50 лет отмечает нефтедобывающая отрасль Беларуси. За это время нефтяники добыли более 130 миллионов тонн нефти и 14 миллиардов кубических метров попутного газа. За полвека в стране открыто более 80 месторождений углеводородов. Сегодня белорусские специалисты занимаются не только геологоразведкой и добычей нефти, но и разрабатывают собственные научные методы. Беларусьнефть ведет добычу на 60 месторождений в Беларуси, 5 в России и 13 в Венесуэле.